Всем привет, дорогие друзья! С вами Нинот. Это клуба Старых Игр. Мир в коробке. И с вами вас на распаковке. Микро Макро. Город Улип. Эту игру я ждал почти год. Я за ней давно стрешу. Я понимаю, что здесь ничего нового, ничего крутого, но тем не менее, она выиграла с Пильды Яр. Она очень крутая. Это замена Пикчуреки фактически, которую мы, точнее, уже не можем найти. Ну что, давайте мы посмотрим на коробочку поближе. Мой оператор Егор, потому что я забыл сказать Лип, а игру неожиданно подарили фактически. Вот так она выглядит. Так, так, и вот такой вот у нас по составу игры. Ну, давайте, мы будем скрывать. В принципе, тут главное, что внутри, а не снаружи. Магарыч. Магарыч. И последний паспись на обозначение. Сторона. Причем я уже хочу долго к этой игре. Вскрываем вместе с вами, как всегда. Здесь у нас максимально простые правила на десяти языках, или это предупреждение, предупреждение. Правила в полтора кумистика, учитывая наличие картинок. Так, там видно, оно все равно близко, чтобы было считание вообще чего. Итак, самое ценное в этой игре... Давайте мы посмотрим позже, потому что обратно я тут уже не сложил. Самое крутое в игре это лупа. Давайте мы попробуем ее положить. И не знаю, видно или нет. Видите, оно действительно делает больше. Можно что-то разглядеть. И это круто. То есть не часто такое встретишь в остальных играх. Так, посмотрим, что же у нас по составу. Одна карта города есть, одни правила есть. 16 конвертов. Не знаю, что это у всего конвертов, я почему скажу 16. Так, где наша отрывная линия? А отрывная линия у нас здесь. Так, лупа плюс наклейка. То есть где-то здесь еще и конверты, и наклейки. Не знаю, я этого пока не вижу. У нас есть вот такие карты с координатами. Давайте посмотрим поближе. По рубашечке. Ого, даже рубашки все разные. Погнали. Карты тонкие, матовые, очень тонкие. Я понимаю, что игра одноразовая, но на нас экономить не стоит. Что-то прям пугает меня состав игры. Много всего должно быть. Качество. Ну, печать хорошая, тоненькие. Ну, понятно, что мы удешевляем, потому что игра достаточно одноразовая. Но я уверен, что она не одноразовая. Есть какие-нибудь фан-версии этих карточек и квестов. Тем более, там я посмотрел, уже есть промки, которые можно распечатать. И обратные стороны. Да, а теперь спойлеры, да, пошли спойлеры. Кто где находится. Помните, была игра «Открой мир с воли». Точнее, «Найди воли». Книги огромные, там, по 100 страниц. Нужно было искать воли. Вот это из этого разряда, но уже более продуманная. Видно, автору захотелось вспомнить детство. И он решил создать эту игру именно таким мотивом, но уже для более взрослой категории. Кстати, на тему категории, друзья. Эта игра у нас от 14 лет, между прочим. От 15 до 45 минут. От одного до четырех игроков. Время игры 45 минут на одно дело. Ага, то есть, друзья. На одно дело, почему я не знаю, пишите в комментариях. Видите, на одно дело от 15 до 45 минут. Ммм, опасно. Так, где-то здесь еще и наклейка спряталась. Едем дальше, смотрим дальше карточки. По рубашечкам. Интересно, ух ты, я, наверное, их сейчас... Ооо, я, наверное, их сейчас сильно перемешал. Наверное, нельзя было так делать. Сейчас, по идее, вот так. Все было, все. И моя рука все еще не чувствует здесь наклейки. Одна лопа плюс наклейка, 120 кардил, 16 конвертов. Но я, на самом деле, в обзоре конвертов не видел. Надо посмотреть обзор других людей, чтобы понять, есть конверты или нет. А вы пишите в комментариях, должны ли здесь быть конверты. И что такое наклейка на лопу. Вообще, вот она. Ну, непонятно. Я пока ничего не вижу. Может быть, оно, правда, все завернуто в бумагу. Скорее всего. И пробам. Спойлеры. Много спойлеров. Сейчас хейтеры налетят. Да, скорее всего, бумага и наклейка, и эта, завернуты в бумагу. Сейчас мы долистаем и посмотрим все поле, которое просто гигантское. Мечта детства. Такое огромное. Я люблю играть с большими полями. Поэтому я купил восходящее солнце, серп с расширением поля. Там вот такие лады. Вот. Чем больше поле, тем лучше. Потому что мы тем больше погружаемся в атмосферу игры. И мы почти долистали. Фу. А теперь же смотрим. Итак, поле мы взрываем. Да, вот они, друзья. Вот они. Конвертики наши. Они прозрачные. Очень прозрачные. Вот прям. Если так положить, то будет уже видно. И вот она наклеечка на лупу. Правда, непонятно. Потому что здесь тоже маленькая. Вот есть фактически две лупы. Возможно, это тоже пригодится. Наклеечку мы просто на телефон приклеим. И самое важное и самое нужное. Это лист А1. Да, друзья. То, что можно предпочитать в принципе дома. Нереальных размеров наш город. Наш микро-макро город Улик. Как здесь что-то искать? Я не знаю. Посмотрите. Вот стол. И он четенько занимает все место на столе. Вот. Вот. Спасибо. У нас хоть свет спасать в этот раз. Будет видно. Друзья. Наверное. Все сильно осматривать не будем. Хотя вот я вот видел. Люди на митинг собрались. Против заводов. Неожиданно. Да. В парк портуристов. Но тем не менее. Это огромное. То есть это лучше смотреть дома на компе. Так мы легкий обзорчик проведем. Ну и как всегда. Сегодня мы снимаем одним пластом. Одним куском. Опа. Сейчас мы его прикрытым. Аккуратненько. Ну что ж друзья. Вот микро-макро город Улик. Где мы нашли шикарное. Кучу карточек. Наклейки. Вообще. Кучу всего необычного. Необычного для современного поколения. А для нас. Те кто рождены в 90-е. Это прям волк погружения. Играет ностальгия. Поэтому всем кто рожден в 90-е рекомендую. Ну и начало 2000-х тоже. Окей. Забирайте. Теперь вы можете подписаться на наш канал. Поставить большой парень. Также мы в ВКонтакте. В Facebook. Телегерами. Инстаграме. У нас в двух международных сайтах. Тсера и ВГГ. Везде мы клуб Мир Коробки. Или просто Мир Коробки. Потому что каждая игра это огромный мир. В маленькой коробке. Всем пока.